книга открытым оком тема ереси секты вопрос 445 почему не поставили крест на молитвенном доме у баптистов на улице коммунаров в барнауле когда заново строили многие из них были за то чтобы вверху был крест отвечает игнат тихонович лапкин это уже баптистское обряда вере и неглубокая но уже своя доморощенная традиция против которой они так воевали старые закоренелые баптисты всю жизнь хулившие святые иконы и святой крест на склоне своей баптистской жизни по обмякли стали приклеят приглядываться съездили за границу и увидели что там у них единоверцев на молитвенных домах четырехконечные кресты появилось много красочных изображений из жизни христа которые они сами распространяют положительную роль играет иллюстрированные библии изданные за границей для взрослых и детей и старички потихоньку в своем сознании относительно креста оправославились стали издавать библии с изображением креста и когда наступило время на их не суразный шпиль поставить завершающий знак их мнение разделились возобладало мнение зеленых как советников ровоама роль ровоама играет старший пресвитер подразумеваете должность епископа прости господи и они вверху поставили просто штырь похоже на пику римских легионеров распинавших христа угрожая на не угрожая небесам этому некоторые православные священники дают неплохое объяснение победила молодежь и у них нет венчающего вершину здания знака любви христовой чтобы баптисты как сектанты зрения обольщали людей православных сразу видно что это подобие еврейской синагоги а не место собрания христиан у русских есть пословица когда хотят показать бессовестность человека на нем ни креста ни поста ни пояса но сегодня у них снова возобладало мнение поставить крест и видимо они его водрузят а на стене здания молитвенного дома уже изобразили иногда баптисты называют свой дом домом молитвы они вообще малограмотные священном писании и не видят разницу между словами дом молитвы и молитвенный дом говоря какая разница все это одно и то же разница очень большая дом молитвы то есть храм божий построены соломоном который господь освобождал от торгашей он один единственный на весь земной шар был он так и называется дом молитвы исайя 56 глава 7 стих я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы все сожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертву и ники моем ибо домой назовется домом молитвы для всех народов матфея 21 глава 13 стих и говорил им написано дом мой домом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников а где молились христиане первых веков был молитвенный дом деяния 16 глава 13 и 16 стихи в день же субботний мы вышли за город к реке где по обыкновении был молитвенный дом и сев разговаривали с обратившими все там женщинами случилось что когда мы шли молитвенный дом встретилась нам одна служанка одержимый духом прорицательным которая через прорицание доставляла большой доход господам своим и даже когда баптистам это покаж они все равно как должно быть у беспокаянных кто на кто на исповедь за всю жизнь ни разу не ходил батюшки стоять на своем будут до конечной погибели а это уже противление духу святому